Она в ожидании просидела дольше всех и на кастинге появилась последней. В свои 67 Людмила Олейник не перестает мечтать о карьере модели. Всю жизнь вот у нас была работа, семья, дети, семья, дети, работа и все в этом заключалось. Я вот хотела немножко по-другому перестроиться, уйти в красоту. Уйти в красоту получилось лишь год назад, когда бывший магистр педагогики узнала страшный диагноз. Под нож хирургов ложиться не стала, а решила полностью изменить свою жизнь и попробовать все, от чего раньше по разным причинам отказывалась. Ну я не мечтала, даже не думала о том, что я могу оказаться именно в этой атмосфере, в этом празднике, в этой красоте. Завела недавно инстаграм и сделала профессиональную фотосессию как призыв для таких же женщин, как она, что руки опускать не стоит и жить нужно каждый днем. В первую очередь у вас восхитительная порода. Вот. В руки, я же смотрю, шея. В вашем возрасте, в таком состоянии, чтобы была кожа, на таких местах, в которых возраст женщины можно угадать. Вот руки, шея. Вот вы понимаете, о чем я говорю? Вы прекрасно выглядите. Зубы. Восхитительно. Все прекрасно. Волосы. Просто мой поклон. Я считаю, что вы обязательно должны пройти. Да. И действительно, не только модельный рынок изменился, изменился мир. Женщина хочет покупать одежду, которая хорошо сидит на такой же, как она, а не на худой, оголодавшей модели с экрана, который та никогда не станет. Сегодня 50, новые 30, и все об этом знают. Поэтому мы решили, что этот кастинг для моделей, у которых нет возраста. Более пяти часов жюри отбирало новых участников проекта «Я топ-модель». Пришло время с ними познакомиться. Кристина Ворнова, 16 лет. Мия Градова, 19 лет. София Кутузова, 16 лет. Павел Поповкин, 24 года. Виктория Заречная, 16 лет. Елизавета Головашина, 21 год. Данил Хмель, 18 лет. Мария Куршевич, 16 лет. Галина Фурашева, 29 лет. Валерий Боровец, 17 лет. Ирина Васильева, 38 лет. Дарья Павловская, 15 лет. Артур Кленин, 17 лет. Людмила Олейник, 67 лет. Арина Королева, 16 лет. Наступил второй очень важный день нашего проекта. И участники уже направились в фотостудию «Фактура» для того, чтобы поучаствовать впервые в фотосессии. Первая фотосессия наших моделей и сразу непростая задача. Портретная съемка. На языке профессионалов это продать себя с помощью эмоций и мимики. В кадре только лицо и ничего больше. Поэтому команда профессиональных визажистов вооружилась кисточками и косметикой. Принялись подчеркивать естественную красоту наших героев. Для проекта нужен был нюд. Это легкий дневной макияж. Мы подчеркивали глаза. Делали коррекцию лица. Нужен был хороший тон здоровой кожи. У нас все-таки поле для экспериментов. Здесь, несмотря на то, что у нас есть ограничения как нюд, можно внести как художник свою такую лепту. Модели все очень красиво, ухоженные, то есть хуже, легко работать со всеми. Все позитивные. Это всегда приятно, когда ты на волне с людьми. И пока все на одной волне выполняли задание модельного агентства, одна наша участница решила выделиться и подговорила визажиста сделать ей иной макияж. Сегодня у всех участников было задание сделать нюдовый макияж. Что пошло не так? Объясни мне, пожалуйста. Хочу выделиться. Хочу выиграть. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты не доверяешь профессиональной команде, которая сегодня работает в проекте? Нет, я доверяю. Увидела чуткие руки своего визажиста и попросила добавить немного блеска моим глазам. Ну, я бы, если честно, если бы у нас оставалось сейчас еще больше времени, заставил бы тебя умыться. На мой взгляд, это не профессиональное поведение модели на съемочной площадке. И если бы по своему опыту, работая за границей, модель пришла бы на съемочную площадку и диктовала бы условия, просила бы что-то добавить, что-то поменять или сделать что-то, как она хочет, это сыграло бы ей очень плохо. Сергей Саяпин, модель международного уровня, постановщик и член жюри всероссийских конкурсов красоты, участник международного реалити-шоу «Супермодель Азия», фэшн-наставник проекта «Я топ-модель». А тем временем на белоснежной циклораме фотостудии «Фактура» появился популярный фотограф Александра Шалагинова, которая даже ребенка научит своему мастерству. Я в этом году крайне активно продвигаю себя в качестве преподавателя, поэтому на этом проекте будет много моих учеников. А я хочу вас познакомить, это Настя, она с нами уже почти полгода, да, Настюш? Да. Да, Насте всего 14 лет, но она уже достаточно приспевающий фотограф. Я готова к любым экспериментам, я хочу получить кайф и готова на самые смелые фотосессии, отчаянные, поэтому я ничего не боюсь. И пока участники проекта фотографировались, самая взрослая участница проекта еще находилась в кресле визажиста. Нужно подойти серьезно к этому макияжу, потому что очень важно скрыть такие проблемы, как пигментация, поры, нависшее веко, морщины. При этом это все должно выглядеть естественно, не перегружено. Но не только Людмила Алексеевна выделяется из всех участников проекта, Павел привлекает к себе всеобщее внимание. С виду общительный и улыбчивый молодой человек на самом деле с непростой судьбой. Его отец погиб, когда мальчику было 7 лет, он рос сиротой при живой матери, которая предпочитала бутылку своим сыновьям-близняшкам. Как только исполнилось 16, его брат, похожий на него как две капли воды, ушел из дома и по сегодняшний день они изредка общаются. Парень живет, где придется, на работах особо не задерживается, но при этом очень хорошо учится. Проект ЯТОМ-модель для него реальный шанс изменить свое будущее. Все успели по графику, все сделали, и визажисты, и фотографы все круто сработали. Ребята отработали все хорошо, у кого-то понятно, что это лучше, что это хуже получается, но вообще я их увидела, мне казалось, что они все из модельного агентства пришли, они все умнички. Это моя первая фотосессия в проекте, конечно, перед всеми участниками это немного неловко, потому что понимаю, что в какой-то степени это уже начинается борьба. Борьба и напряжение чувствовались между участниками. Кто-то раньше сел на макияж, а кто-то и вовсе опоздал. Среди будущих моделей были ребята с опытом, и их работу хвалил фотограф, что вызвало у других зависть и раздражение. Мне не нравится Вика, потому что я не понимаю, зачем приходить на проект и смотреть друг на друга, как будто ты здесь лучше и круче всех. Я считаю, что мой конкурент это Павел и Дарья. Мне не нравятся Дарья и Виктория. Парни, которые взяли, они вообще мне не нравятся. Мне кажется, они мне точно не конкуренты, потому что то, как я себя поставляю, и мой опыт гораздо больше, чем у них. Из девчонок мои подруги это Маша, Даша и Кристина. Они так себе, конечно, подруги. Паша? Он что-то о себе возомнил еще? Я удивлена. Удивили участников и организаторы шоу. Итак, ребята, сегодня у вас состоится и состоялось уже у кого-то первое испытание. Это ваша фотосессия, но у нас для вас есть один маленький сюрприз. Мы забыли вас познакомить с очень важным человеком на нашем шоу. Это с нашей ведущей. Ольга Архипова. Блогер, эксперт в индустрии красоты. Основатель сети косметологических студий. Ну, то, что ведущая из вешен-индустрии, возможно, либо это Тайра Бэнкс, либо Ира Шейк. Но ждем. Мне бы хотелось, чтобы ведущей была кто-то из вешен-индустрии. Рада приветствовать вас, участники шоу «Я топ-модель». Вы 15 лучших, именно поэтому вы сейчас находитесь здесь. Но так будет далеко не всегда, ведь в финал шоу войдут всего 5 участников. Я поздравляю всех вас. И с этого момента лично я буду следить за вашими взлетами и падениями. Впереди вас ждет много интересных испытаний, по итогам которых лучшие из вас будут вознаграждены, ну а худшие будут вынуждены покинуть проект. Ну такая, интересная. Участники проекта «Я топ-модель» борются за контракт с Международным модельным агентством. Разворот в глянцевом журнале и участие в съемке популярной рубрики «Ох май гад». Со стилистом и блогером Мистером Гадой на портале твойбро.ком Первые шаги на пути к званию «Я топ-модель» наши участники уже сделали. Прямо сейчас мы увидим результат первой фотосессии для главной заставки проекта «Я топ-модель». Я с вами прощаюсь. Следите за нашим проектом в соцсетях. До встречи на Первом городском. В этой комнате находятся 14 фотографий, а вас 15. Это означает, что прямо сейчас мы попрощаемся с одним из вас. Проект должен покинуть Данил. Я раздражаю других из-за того, что я лучше. Твоя съемка была откровенно плохая. Небе со мной так разговаривать, я знаю все свои плюсы и минусы и все. Нет, я должна быть здесь.